Это очень обширная тема. Она впервые возникла в Японии после землетрясения в Кобе. И тогда люди поняли, что необходимо исследовать поисково-спасательную робототехнику именно для поиска людей под завалами, поиска людей при пожарах, наводнениях, других стихийных бедствиях. И есть целые группы по всему миру, которые этим занимают. Самые сильные группы, конечно же, в Японии и в Соединенных Штатах Америки. Есть много групп в Европе, в Азии, Корее, Китае. И сейчас в России также появляются такие группы. Я считаю, что моя группа является самой сильной поисково-спасательной робототехники. Сейчас идет активная разработка алгоритма. Планируется в течение двух лет перенести его на робота и протестировать на полигоне МЧС. Самого робота мы демонстрировали уже в МЧС. Робот им очень понравился. Они видят большие перспективы за этой разработкой. И пригласили нас на свой полигон для проведения испытаний в условиях, приближенных к реальному, при тушении пожаров. На сегодняшний день уже имеются результаты, которые были представлены в Мадриде. На международной конференции по информатике в управлении автоматизацией и робототехники. Результатом конференции были достигнуты соглашения предварительные о сотрудничестве с университетами в Англии, во Франции, в Канаде. Также проявила к нам интерес одна из крупных индустриальных компаний, занимающихся беспилотными автомобилями. Я пока, к сожалению, не могу называть конкретные имена ни университетов, ни компаний, потому что еще идут переговоры. Арина Михайлов, Владислав Михневский, Универньюз.